В новом учебном году во Дворце детского творчества открывается объединение беспилотной авиационной системы. Также среди новинок – архитектурное моделирование и робототехника. А еще можно записаться на такие направления, как авиа- и судомоделирование, оригами, компьютерная графика, физика плюс и код юниор. Востребованное направление управления беспилотными авиационными системами, мы будем данную программу реализовывать по сетевому взаимодействию со школой номер 10, когда наш педагог с нашими ребятами будет выходить на базу 10-й школы и там непосредственно будут ребята осваивать данное направление. Уже записываются в это объединение, желающие есть ребята осваивать, и наш педагог уже прошел обучение по программе, оборудование уже практически полностью, и зоны полетные оборудованы, то есть ждем буквально последнего приготовления для того, чтобы начать образовательный процесс по этой программе. В объединениях технической направленности педагоги смогут помочь ребятам разобраться в физике и математике, потянуть их знания. А для тех, кто хорошо владеет предметами, дадут задания более сложного уровня. Каждому ребенку во Дворце детского творчества применяют индивидуальный подход. В учреждении также есть студия раннего развития «Солнышко», объединение английского языка, журналистики, медиатворчества, шашек и шахмат, театральная, хореографическая и две вокальные студии, клуб самодетельной песни, объединение декоративно-прикладной направленности. Найти направление для себя может каждый ребенок. У нас во Дворце детского творчества представлены все шесть возможных направленностей дополнительного образования. Мы единственное учреждение в городе, где у нас все шесть направленностей есть. Поэтому ребенок, придя сюда, обязательно найдет объединение. Во-первых, по возрасту от 5 до 18 лет. Вот у нас есть ребята, которые в 5 приходят и 18 с нами прощаются, когда поступают в ВУЗ. Мы ежегодно обновляем определенный процент наших программ для того, чтобы кружки были востребованы. То есть мы идем в ногу со временем. То, что востребовано у ребят, у родителей, соответственно, наши педагоги осваивают и предлагают ребятам. Занятия в объединениях проходят два раза в неделю. Если ребенок хочет стать дворцовцем, родителям нужно подать заявку через портал «Навигатор 52». После этого подойти к педагогам и заполнить заявление о зачислении. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 16 до 19 часов. Занятия начинаются со 2 сентября. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону 952-32-952-38. К учебному году Дворец детского творчества получил новое оборудование в рамках национального проекта «Образование. Успех каждого ребенка». Наше объединение туристко-кровеведческой направленности «Истоки» в музее получило новое оборудование. И наше объединение театрального искусства также получило оборудование, которое можно использовать в образовательном процессе. Уже третий раз Дворец детского творчества участвует в данном проекте. И за счет этого мы имеем возможность оснастить нашу базу новым, современным, интересным для ребят оборудованием. В сентябре в учреждении откроется Музей интерактивных наук «Экспериментариум». Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.